Мы живем в стране количественных показателей. Как только мы от количества переходим к качеству, у нас, к сожалению, нас кидает в крайности. Мы внедряем локдауны, при этом не внедряем программы инфекционной безопасности в социально-критических объектах. Мы беремся за вакцинопрофилактику, но не отрабатываем логистику, не подготавливаем систему. И самый главный вопрос, чем отличается процесс вакцинопрофилактики при COVID-19, например, от процесса вакцинопрофилактики при других вакциноуправляемых инфекциях? Ничем. Поэтому можно осудить, что на сегодняшний день у нас этот процесс действительно проваленный. И хочу обратить внимание, потому что нас действительно постоянно вспоминает министра, хотя к нему есть большие претензии, но с 2018 года за вопросы инфекционной безопасности в Украине отвечает на сегодняшний день главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Где он пропал, почему он не несет ответственность, персональную ответственность, потому что такое количество фейков, которые он конкретно распространяет, и неадекватных мероприятий, я считаю, что он должен нести не только административную, но и уголовную ответственность на сегодняшний день. Еще я хотел бы обратить внимание, что все наши мероприятия, к сожалению, со стороны кабинета министра в Украине идут на удорожание пандемии. Мы увеличиваем количество коек, мы увеличиваем количество закупок, но никто не думает, как действительно предотвратить цепочку распространения инфекций. Я согласен, что в нашей стране, к сожалению, у нас тестируют ради тестирования, ради цифр. Не нужно тестировать ради цифр. Тестировать нужно только ради того, чтобы выявлять контактных. Контактных нужно выявлять ради того, чтобы им создавать условия, чтобы они уходили на самоизоляцию. Вот только такими методами, как нам показали азиаты, те же самые китайцы, что они действительно изменили ход пандемии в своей стране.